И сказал Господь, И сказал им, Их, И, Сына, говорю вам, есть некоторые стоящие здесь, которые не путят смерти, как уже увидят Царствие Божие, прошедшее в Силе. По имя Отца и Сына и Святого Духа. В середине Великого Поста Святая Церковь уже многие-многие столетия постановила выносить на пополнение честной святой крест Иосифович. И сегодня во всех православных храмах торжественных храмах крест и приполняет песням колени, пою песнопение торжественное, чествуя этот крест. Мы знаем, что церковь это делает для того, чтобы нас укрепить во время поста. Естественно, смешно сравнивать страдания Христа на кресте и наши страдания во время поста, когда мы с вами ограничим себя в еде или в каких-то других удовольствиях. Здесь величины не сравнимы, но церковь поддерживает нас, напоминает нам о том, что Господь претерпел во время своей земной жизни для того, чтобы нам легче и понятнее было терпеть то, что мы с вами потерпеваем. Возьми крест свой на себя и неси его. Крест что такое? Мы в буквальном смысле понимаем крест как выражение крестного знамени носит на себе крест. А в серьезном таком жизненном смысле мы сами понимаем, что мы христиане должны нести свои жизненные кресты, то есть свои скорби, которые есть у каждого человека. Нет на земле ни одного человека, который бы прожил и не нес на себе какую-то скорбь. Все мы будем болеть, все мы страдаем, все мы мучим и страстями, все мы так или иначе рано или поздно теряем близких своих. И в конце концов каждый из нас встретится смертью. Это и есть наша смерть у каждого пункта мы. У каждого страдания к меру его способности нести на крест. Христианская жизнь это в том числе и ко всему прочему медленное открытие правды о самом себе. Медленное открытие правды о самом себе. Жаляя, если мы правильно о прохристианских грехах делаем, вы понемногу, хоть чуть-чуть, понемногу чуть-чуть, сразу мы это не перенесем. Понемногу, хоть чуть-чуть открываем правду о себе и о той бездне греха, которую он мне в душе. И приходит время, когда я начинаю понимать, что эта бездна греха настолько велика, что ее ничем нельзя перекрыть, эту бездну греха в тебе, кроме бездны любви, спасителя к тебе. Знаете, вот, я историю люблю, книжки по истории читаю. Это удивительная вещь, что вся история человечества это история, бесконечная история войн. Какие-нибудь 50 лет подряд там в каком-то большом регионе, если нет войн, то это вообще редко. Я спрашиваю, что в 50-м историческом плане, да? Это мгновение, это мгновение. Везде всегда постановленные войны. Все равно люди убивают друг друга. Как люди друг другу только не терзают, что они друг другом только не делают. Ни одно самое жестокое, самое жуткое животное не придумало те страсти, те мучения, те страдания, которые мы наносим друг другу людям. Представляете, возьмите любой исторический период, началось 7-го века. Собрались перцы, напали на арамеев. Вот они мало того, что они во время битв убивают. Убивают полу, начали, топорами. Протыкают друг другу копьями, стрелами. После этого победители разрушают города, насилуют женщин. Сжигают живьем других людей, да опять убивают, убивают, убивают. Здесь среди этих людей, люди особо выдающиеся к козлу и к насилию, которые любят мучить и вне войны. Мы во время каждой войны сами это видим. И здоровое общество этих людей изолирует, еще и жизни лишает. А во время войны так все становятся нездоровыми, они еще и героями становятся. Такие мужчины. Это терзание вообще невыносимое, это просто нереально. То, что человек делает с другим человеком. У меня вот здесь попались недавно видеозаписи того, что на Украине происходит. И что там одни люди делают с другими людьми. Они не просто воюют, не просто сставляют друг друга. А где-то ловят человека, связывают его, лишают его движения. Обязательно сейчас глаза старые, завязывают и рот. Даже лишая человека видеть, что с ним делают. И даже говорить лишая его прорвать. Прощают такую, знаете, бессловесную пиомассу, может быть так речи убивать. Начинают там горло перерезать, сжигать живьем. Еще там что-то всем делать. Господи помилуй, что с нами с людьми вообще? Мы же все на себе образом можем и все. Мы же, мы же в человеке, и Господь в нас вложил милосердие. Животок нет милосердия, но они так и убивают. Сострадание вложил в нас. У животных нет сострадания. Они так и убивают, так мы с вами. Он вложил в нас любовь. Мы любим своих детей от рождения до самой нашей или их смерти. Животные не любят так детей. На какой-то период их выращивать, заботиться о них. Они забывают вообще что-то и есть. У нас Господь все это вложил. А что с нами такое случилось? Почему мы все бесконечно друг друга терзаем? Почему мы мучаем друг друга? Это бывает не только на войне, а это же бывает еще и просто в нашей обыденной жизни. Мы с вами ссоримся дома. Мы с вами мучаем друг друга на работе. Мы с вами конфликтуем в магазине, в автобусе, да где угодно. Смотри, жена там терзает мужу, муж терзает жену. Дети терзают родители, а родители уместят за это дети. А там кто-то начальник терзает своего подчиненного на работе. И чаще всего это делается не для того, чтобы что-то улучшить или поправить, а с какой-то невообразимой непонятной, причем делают это не всегда плохие люди. А зачастую люди, казалось бы, неплохие это делают. Но вот с какой-то невообразимой упорностью мы с вами раз за разом все равно совершаем такие поступки. Даже мы христиане, которые говорим об этом постановлении, у которых есть примет Христа, Евангелие в руках у нас есть, то все равно то же самое делаем. То же самое, что делают другие люди. И в первую очередь это происходит от того, что мы с вами удивительно слепы. В этой слепоте мы с вами всегда видим себя в свете правоты. Каждый из нас видит себя самого всегда в свете правоты. Общаясь там с супругом или супругой, с детьми, на работе, с другими людьми, мы всегда видим себя только в правоте. И эта правота на самом деле настолько лжила, что она порой толкает об научат и убивает другого. Ее ссорятся, другому что-то доказывают, в порыве хватает за нож и режет другого человека. Господи помилуй, а повод ты какой там был? Ну и зачем-то он мне так что-то сказал. Он назвал там весь мой народ там свиньи. Берет, убивает человека и сам в тюрьму засадился. И таких нелепых случаев колоссальное количество. И хочется просто закричать на всю планету людей, что с нами такое? В кого вообще мы превратились? Мы же с вами настолько обладаем вообще вот этим великим состоянием получать Божью благодать. Мы настолько с вами способны к преображению, к улучшению себя. Мы настолько способны к каким-то таким вот вещам совершенно удивительным, которых во вселенной нигде, ни у кого нету. Но мы почему-то об этом совершенно своим забываем. И когда собирается много людей, они превращаются в тупую, оручную толпу. Когда люди собираются в какую-то партию, они превращаются в каких-то демогогов. Когда люди превращаются, попадают во власть, они превращаются в большие карманы ходящие, которые никак не могут набить. Что с нами такое происходит? Почему Христос всегда вытесняет каким-то другим жизненным обстоятельствам? Представляете, вот насколько чудовищная вещь произошла во время препятствия и распятия Христа. Мы когда с вами смотрим на наказание человека невиновного, вы понимаете, вот любого из нас обвинили бы в каком-то поступке, по работе или еще где-то, в каком-то поступке, которого я не делал. Как бы мы с вами возмущались? Сколько дней мы об этом бы думали? Сколько бы ночей мы с вами не спали, просыпаясь ночью, вспоминая эту обиду мне нанесенной за то, что меня обвинили в том, в чем я не делал. Хотя представьте Христа. Он не просто невиновный. Это абсолютная чистота. Это абсолютная невиновность. Это абсолютная любовь. Ее обвиняют во всех смертных грехах, когда любовь раскинает на кресте. То есть хоть в буквальном смысле нам своим примером вот этой крестной смертью показывать. Люди, очнитесь. Смотрите, что вы делаете, до какого предела, чудовищного предела вы доходите в своей ненависти друг к другу. В своем неумении относиться другим людям с любовью. Понятно, что мы с вами живем в сложном мире. И если я всех, допустим, люблю, сам себя в этом убедил, это совсем не значит, что люди вокруг тоже такие же, как я, стали готовы всем прощать и всем уступать. Есть люди, на самом деле, склонные к преступлениям, к греху, к насилию. Есть целые страны, там народы, которые пытаются прогрессивно вести в отношении других себя. И у нас всегда были воины, которые нас защищали. Они брали на себя тяжелый грех. Почему у нас в нашей русской православной традиции воины столь почитаемые. Не только в русской, а вообще в православной. Потому что они на себя берут тяжесть добровольного покалечения себя, защищая Родину и нас с вами. Потому что человек, который идет на войну, даже ради правого дела, он берет в руки меч и пронзает другого человека, убивает другого человека. Он чувствует на кончике этого меча смерть агонию от такого же существа, от такого же сам. Это страшно, даже если ты прав. Даже если все в порядке, это все равно страшно убивать другого человека. И воин, настоящий верующий воин, он добровольно принимает на себя этот тяжкий грех. Тяжкий грех совершения вот этих преступлений. И знаете, что в древней церковной традиции воины, которые Родину защищали, они ходили на войну, их окружали почетом, но причащаться не разрешали. Причащаться воинам не разрешали на войну. В древней традиции была такая традиция. Почему? Потому что вон у Аполлона кто-то ненависит этим грехом смертным. Его почитали, его уважали, и причащаться воинам душа. Ты должен в себя сначала пойти. Ты должен внутри себя, в своей душе такой смысл, который ты там проливал. Потому что на самом деле это страшно проливать другого человека. И при всем при этом мы с вами живем в этой внутренней воинской символике. Ведь церковь это же не только церковь пространства молящихся людей, это пространство воюющих людей, воюющих со грехом. Смотрите, как это все у нас насыщено в этой воинской символике, начиная с первого момента соприкосновения человека с церковью. Когда мы приходим с вами креститься или крестить детей. Вы помните, сколько там раз священник говорит про крещаемого, о том, что он воин Христа Бога. Много раз говорится об этом. Про всех про нас это говорилось, когда мы с вами крестились, о том, что мы с вами посвящаемся воины Христа Бога. И в одежде вот эта шкуфейка священческая. Это же символ шлема тех древних времен, средних веков, шлема, который наголовец своей носил воин. Этой символики очень много. Мы монарху вручаем четкие молитвы, и говорим, что вот тебе щит, вот тебе меч. Все это насыщено в этой символике. Мы приходим в храм сами. Сколько воинов святых мы видим? Огромное количество. Егор, 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 Александр Невский. Ушаков. Много воинов. То есть мы понимаем, на самом деле, тот подвиг, который не совершили. И подвиг это не просто подвиг защиты. Потому что мы так не относимся к наемникам. Наемникам, которые нанимают за деньги себя защищать, он делает то же самое. То же самое делает, что воин. Но мы их не почитаем. Почему? А потому что мотив другой. Потому что воин идёт не для того, чтобы денег заработать. Даже не для того, чтобы себя обезопасить. Он идёт по великой любви. Я думаю, конечно, не просить, кто оружие в руки берёт, а тех людей, которые это понимают. Настойчивый воин, он идёт по великой любви. Совершать вот такой акт насилия над самим собой. И где-то в этом плане воину подобряется Христу. Он совершает так насилия над собой, он себя калечит вот этой войной, ненавистью к этим врагам своим. Ради того, чтобы кто-то жил спокойно. Ради кого-то жил. Не зря Господь говорил о том, что нет той больше любви, чем душу положить за други свои. Он не просто об этом говорил, не просто об этом рассуждал. А уже нам вот пример этот подал, когда пошёл и сам душу свою за други свои положил. А теперь слушайтесь в эти строчки в Евангелии. Сейчас коротко прощу несколько слов. Я сейчас вам только что мечтал. Да, слушайтесь. Смотрите, кто хочет тезану, откажите себя и возьмите сколько есть. Неси свои жизни скорби, терпеливо. Это как минимум. Это самый низкий, первая ступенька нашего христианского отношения в скорби. Неси свои скорби и терпеливо. А если ещё ты глубже копнёшь, ты в своих скорбях увидишь промысел Божий о спасении твоей собственной души. Нужно во многом понимать, что то, что сейчас со мной происходит, в данный момент, это как раз то, что необходимо для спасения моей души. Если мы с вами научимся это понимать, мы с вами сделаем следующий шаг по Христу. Но это невероятно, это нелепо, многие люди не понимают. Но как-то ты раком заболел, что это для спасения твоей души? Да. Ты нищий. Это что, полезно для твоей души? Да. Да. У тебя дом сгорел, у тебя полезно? Да. Если это сейчас произошло, я молюсь, а если Господь тебе это покусил, значит это полезно. Что-то со мной такое происходит, что у меня только шоковая терапия уже вылечит. Больше ничем. А другой человек богатый. А почему он богатый и бедный? А потому что он в своем богатстве, он в своем богатстве этот человек спасется. Потому что богатство его не испортит. А он еще кому-то этим богатством поможет, кому-то выручит. А тебе Господь дал бы денег, миллиард долларов, и ты вообще чокнулся от этого количества денег. Ты таким бы подонком стал, что Господь не помил. И Господь смиряет тебя тем, что у тебя нет этого миллиарда, потому что ты бедно живешь. А если бы ты был здоровым и ничем не болел бы, и был бы очень сильным, ты бы в такую гордость спал, ты бы себя настолько на людьми ставил, что вообще просто сатаной был бы ходящим. Поэтому Господь и дает тебе болеть, ломает тебя, смиряет тебя, таким образом тебя спасает. То есть мы с вами, христиане, научимся это понимать. О том, что скорби нашей, которые мы с вами имеем, они на самом деле нам даются не за что-то, а для чего-то. Видите, это очень важно это понимать. Не за что-то Господь не наказывает нас никогда, а дается для чего-то, для того, чтобы мы с вами с собой что-то сделали. Она нам будет гораздо легче. И кто хочет душу свою сберечь, то потеряет ее. То есть если вы будете печься, а своей жизни есть на земле больше, чем во всем другом, вы на самом деле все потеряете. А кто потеряет душу ради меня и Евангелия, потеряет в том смысле в каком плане? Кто будет душу свою отдавать Христу и Евангелии, тот все приобретет наоборот. Вот что он нам говорит сегодня. И какая польза человеку, если он приобретет весь мир и души своей повредит? Представляете, какой смысл, если ты станешь президентом всего мира, при этом повредит своей души? Какой смысл, если ты заработаешь эти деньги или встанешь на эту должность, если ты грешишь? Я эту строчку всегда говорю всем кандидатам в наши эти главы и городские и районы, когда мы говорим, никто не слышит, они этого не понимают. Какой смысл в том, что ты достигнешь того, что ты так вожделеешь, если ты при этом совершаешь подлости? Дальше Господь говорит, какая тем польза, если ты приобретешь весь мир и души своей повредит? Какой выкуп дашь человек за душу свою? На самом деле, какой выкуп ты Господу дашь уже за то, что ты совершил здесь на земле эти грехи? Чем ты выкупишь свою душу? Там же деньгами ты это так не совершишь. В этом плане у меня один знакомый есть, не церковный, но верующий. Он очень мудрый вечный, он говорит, я смерть очень уважаю, она всех делает равными. Равный, не за какие деньги себе вечную жизнь не купишь. Чуть-чуть продлить можно, а вечную жизнь не купишь. Она всех нас сравняет, богатых, бедных, воров и честных. Все храняет. В этом плане он остальных убрал, потому что мы на самом деле никого выкупаем не дадим за свою душу. Если кто-то постыдится меня, моим словом вроде пролюбодельным и грешным, того постыдится сын человеческий, тогда придется славить свою жизнь. А мы стыдимся Христа. Стыдимся. Наши дети в школу боятся, стесняются крестницы. К этому очень приучили. Мы сами на работе стыдимся говорить о блоге. Нам не нужно превращаться в таких специалистов по митингам, кричать на улицах на каждой остановке, вырывать кусок колбасы в магазине во время Великого поста, который покупает свою колбасу. Мы с вами должны сидеть и снять и словами, и своими поступками. Мы с вами не должны молчать, когда ругает патриарх. А мы молчи. Так принято сейчас. Мы с вами не должны молчать, когда ругает церковь вообще. Ну что ж там по священнику или на юбистах. А когда церковь хает вообще в принципе. Мы с вами стесняемся этого делать. Мы с вами стесняемся сказать, что церковь – это свет. На всё нам давалось. Всё современное общество наше выросло из церкви. Из Христа выросло. Мы стесняемся с вами этого делать. И крест сегодняшний, который вынесли, это как раз напоминание нам. О том, что мы с вами должны предстоять перед крестом, предстоять о том, что он для нас делал. И одновременно терпение в себе находить для того, чтобы свои жизненные скорби нести. Каждый из нас там не крестик носит. Это же на самом деле абсурд. С точки зрения логики посмотреть на то, что мы с вами носим на груди. Вы представляете, кто-нибудь носил бы бисерницу здесь, или револьвер, автомат калашниковый. Орудие убийства мы сами носим здесь на груди. В виде знака особого знака, любимого нами. Мы не считаем. Очень приятно к этой свете не относимся. Но, понимаете, это же должно быть не в виде кусочка металла у меня здесь на груди. Это же в моей жизни должно быть. То есть мы сами себя носим крест на груди, чтобы себе самому напоминать о страдании Христа креста. Мы каждый день это крестик видим, когда утром стоит передед, помываемся и так далее. Мы его носим, чтобы напоминать себе. Есть паспорт, по которому я прохожу какие-то там организации. Там в Москве в метро без карточки и тройка не пройдешь в метро. Понятно, да? Ты его с собой тройку носишь, если тебе в метро нужно. А мы крестик для чего нужны? Это пропуск куда? Это вот напоминание нам, ежедневное напоминание о том, кто мы, что мы с вами христиане, и что Христос перенес. Это не просто украшение. Почему у нас не принято Христа носить в виде украшения? На сережку, на браслетиках. Даже было постановление Священного Синода, запрещающее изображать Христа, если ты на бытовых предметах. Потому что мы не для красоты это носим, а вот именно для того, чтобы помнить о том, что Христе сделал. И сегодняшний день, когда Христа по полной дереве, как раз это вот попытка так остановиться в последнем поста. И не то, что напомнить о том, как Христе страдало. И на самом деле здесь об этом смешно говорить, потому что мы страдаем. Потому что то, что мы ограничены себя в мясе, и еще в чем-то, это вообще не страдание. Это вообще, собственно, говорит. А напомнить нам о том, что мы все-таки люди, и чтобы мы по-человечески до другого опустились. Один ученый человек сказал, знаете, такую просто гениальную вещь. Он сказал, что прежде чем стать Христианом, нужно сначала стать человеком. Нельзя стать Христианом, не стать человеком. И вы помните об этом всегда, когда вам захочется помучить какого-нибудь человека. Всегда помните об этом. Мучить это не значит схватить за горло и удушить. А можно словами мучить. Можно какими-то поступками мучить. Я знал был женщин, одна из которых мучила другую женщину тем, что полола постоянно специально в вещь, не на то место, куда нужно было пласть. И сразу в раз делал по-своему. И та более пожилая женщина из-за которой очень сердилась и раздражалась. И это продолжалось гадать. Это тоже мучает человека. Поэтому помните об этом кресте и о том, что мы здесь на душе своем носим. На телефоне он сносит. Подражайте Христу. Помните о той жертве, которую он совершил. Помните о том, что мы все воины. Мы с собой должны жить. Ради него и ради других. Потому что только по-другому мы не дадим, кроме своей жизни. Благочестенную. Спасей всех висот, братья и сестры. Простите, что у меня такая непахность. Это не проповедство. Будет даже мрачноватая. Я в продолжении проповеди, я с такими слов скажу. У нас сейчас в храме большая святыня. Просто огромное великое святыня. И мучая себя в чем-то совесть. Тот человек. Потом будете покладываться. Постойте. Как раз тот человек, который в своей жизни, будучи духовным воином, победил в себе насильника. Победил в себе мучителя. Тот человек, который достаточно мог любить. Удивительный человек. Удивительный человек. Даже самый хороший из нас, знаете, из чего исходит? Из того, что мы должны учить других. А Серафим Саровский, ну мы же правильные вещи говорим, мы знакомым, друзьям, родственникам, да? В разуме неправильные вещи говорим, надо проститься, надо там не воровать, на аборт нельзя идти. Он все правильно делает. А Серафим Саровский, знаете, как делал? Он говорил, спасайся сам и ты спасешь вокруг тысячи. И он так и сделал. То есть он не словами людей к Богу приводил, а, к примеру, в собственной жизни. Это удивительное чудо, что мы можем прикоснуться к частичке его личности. Сейчас часть его мощей здесь у нас в храме находится. Мы считаем, что это великое вообще чудо. И святыня такая трепетная, которая нам радость будет все цепляться. Слава Богу, что у нас вот и мощи будут не идти. Зовет своих близких, так сказать, приходит. Серафим Саровский – это один из тех святых, которые чудеса совершают массово, легко, любым людям по их моментам. Такое количество чудес в этом Серафиме Саровского, что только Сергий Радвиновский или Николай Чудотворец у нас может быть еще в таком же количестве чудеса совершать.